Всем привет! Это Родина Слонов, программа, в которой вы из первых рук получаете информацию с передового края исторической науки. Возможно, когда-нибудь потом она войдет в учебники истории и научно-популярные книжки. Меня зовут Михаил Родин. Почему Великий Китай, так же как и многие страны других континентов, оказался разодранным на колонии европейцами? Как получилось, что именно Великобритания стала огромной и очень богатой империей? Конечно, можно ответить в духе Карла Маркса. Это произошло за счет эксплуатации ресурсов колоний. Но почему европейцы могли буквально с ноги открывать дверь в любую страну Азии и Америки и начинать ее грабить? Как так получилось, что они обладали огромным военным преимуществом буквально над всем миром? Ведь для этого изначально нужно иметь хорошую экономику и технологии. В современной науке этот вопрос называется «великая дивергенция» или «великое расхождение». Когда, как и почему европейцы стали гораздо сильнее, например, того же самого Китая, который, безусловно, доминировал в Средневековье? Сегодня мы об этом поговорим с историком экономики Еленой Корчминой. Но по традиции вначале я благодарю наших спонсоров, тех людей, которые обеспечивают вас и ваших детей качественной, современной научной информацией об истории. Если вы хотите влиться в их ряды, вы можете оформить платную подписку на нашем сайте прошлое.ком.донейт или воспользоваться сервисом patreon.com, если вы живете за рубежом. Кстати, пользу нашему общему делу можно принести, просто поставив лайк этому видео и репостив его в свои социальные сети. Елена, чрезвычайно огромная и пугающая у меня тема. Можно ли, в принципе, ее сформулировать в каких-то там двух-трех предложениях? Что такое «великое расхождение» в принципе? «Великое расхождение» — это основной вопрос экономической истории сейчас, который можно сформулировать так. Почему Англия или Европа, или Западный мир, смотря шире, смогла выйти на устойчивый рост благосостояния граждан? Елена Корчмина — специалист по экономике России XVIII и XIX веков, а также истории российского дворянства и дворянского самоуправления. Автор множества статей о финансах, организации хозяйства и избирательном праве Российской империи. Преподавала в высшей школе экономики Нью-Йоркском университете в Абу-Даби, сейчас работает в Дании. Не раз бывала Елена и в нашей программе. Мы обсуждали мифы о крепостном праве, сравнивали экономическое развитие Дании и России, а также обсуждали положение женщин в нашей стране в XVIII и XIX веках. И я так понимаю, что этот сам по себе вопрос возник не сразу в исторической науке, и это вполне себе актуальная тема для исследований. Это и актуальное, и нет, и возник он не сразу, но раньше, чем само понятие Great Divergence. То есть у нас есть сам концепт. Сама формулировка «Великое расхождение» или «Европейское чудо» было сформулировано «Европейское чудо» Джонсоном, о «Великое расхождение» Хантингтон в 80-х и 90-х годах. Но популярность этот термин приобрел после работ Померанца. И это было сделано... То есть Померанц поставил вопрос о том, не про индустриальную революцию, а про то, а что же в Китае было не так. То есть вопроса как такового великого расхождения не было, но, безусловно, был интерес, почему индустриальная революция произошла именно в Англии. Соответственно, Померанц немного переформулировал вопрос и посмотрел больше на Китай, он был специалист по Китаю, и это совпало с ситуацией, когда в начале 2000-х китайская экономика стала расти. То есть это попало в струю не исторической конъюнктуры, а вот именно политической конъюнктуры современности. И с тех пор этот вопрос многократно обсуждается. И на данный момент можно сформулировать основные теории, которые уже есть. Большинство теорий об этом появилось до формулирования самого вопроса. То есть мы сейчас уже задним числом понимаем, что они были об этом. И как только появляются новые данные, соответственно, у нас этот вопрос немножко переформулируется, мы включаем чуть большую часть мира. То есть это один из тех вопросов, на которые в любой статье, так или иначе, экономические стойки пытаются ответить. Хорошо. А когда мы говорим об этом вопросе, и вот то, что когда он в 80-е, 90-е годы, после выхода книжки Померанца, стал актуальным, мы говорим о том, что появились какие-то новые данные, которые заставили его встать в полный рост этот вопрос. То, чем, например, не обладали историки 19-го века или начале 20-го века? И да, и нет. Вообще этот вопрос стал возможно сформулировать, потому что в свое время Саймон Кузнец ввел такое понятие, как ВВП на душу населения. То есть он его впервые посчитал для Соединенных Штатов, представил их в 1930-х годах, и смог их это просчитать, начиная с 1860-х годов. И тогда появилась сама идея, как можно измерять экономики, которые отходят друг от друга как в пространстве, так и во времени. То есть здесь основная идея состоит не только в том, что были данные, а в том, что были сопоставимые данные. И, соответственно, у нас может быть несколько способов измерять вот это самое расхождение между странами. Самое простое – это ВВП на душу населения. Причем обратите внимание, что не ВВП. Это всегда идет некий условный коэффициент, и это важно. Соответственно, если у нас для арабского мира нет надежных данных по ВВП на душу населения, то у нас и фактически нет арабского мира в этом исследовании. Хотя мы можем наблюдать несколько этапов развития, когда у нас… Ну вот если бы мы, например, жили не в 21 веке, а в веке, скажем, там, не знаю, в 12, то если бы мы предсказывали, что будет, то нам бы в голову не могло прийти, что что-то будет в Европе. Потому что Европа была где-то очень далеко и, в общем, неясно где. Если бы речь шла о каком-нибудь веке, не знаю, там, 15-16, то мы бы говорили, что будущее за Индией, а Европы, опять-таки, там, в общем, нет. Поэтому здесь вопрос, что мы можем посчитать. ВВП на душу населения мы можем посчитать для большинства стран Европы. Ну вот сейчас появилась Россия. Повторюсь, ключевых игроков, ну вот типа арабского мира, у нас до сих пор нет. У нас нет надежных данных по той же Атаманской империи, которая была одним из тех, кто потенциально мог бы возглавить то самое великое расхождение. Историки сейчас понимают, что ВВП на душу населения это такой специфический очень показатель. Ну потому что это как средняя температура по больнице. Принимая во внимание всех, кто умер, и всех, кто лежит в горячке, то дейт 6,7. То есть мало что говорит обо всем остальном мире. А если представить доиндустриальный мир как мир, в общем, скорее бедный, то мы большинство не знаем о тех людей, которые именно самые бедные. То есть ВВП, например, не учитывает никаким образом такие идеи, как здоровье. Например, если мы смотрим ВВП на душу населения в каком-нибудь там, не знаю, в XVIII веке, то оно было выше в Англии, чем в Китае. Но в Китае жизнь в городах была значительно более безопасной и здоровой по сравнению с Англией. То есть ВВП на душу населения – тот показатель, который нас не устраивает. Поэтому историки пытаются найти какие-то другие идеи. И вот сейчас самое популярное – это то, что называется оценка жизненных стандартов через реальные заработные платы. То есть люди собирают зарплаты и цены, и там уже не нужно переводить ничего ни в какие доллары 1990 года. Там просто берешь актуальные цены в регионе, актуальные зарплаты в регионе и, соответственно, смотришь. То есть как только у нас появится дополнительная информация по жизненным стандартам, даже сейчас ВВП на душу населения не так, наверное, актуально, то мы можем все больше включать стран и на самом деле искать, где находится эта точка расхождения. Мне кажется, у любого человека, который интересуется историей, при упоминании города Углич сразу в голове возникает история с убийством царевича Дмитрия. Мы рассказывали про нее в одной из программ «Родина слонов». Но Углич — город древний, с насыщенной историей, и взаимоотношения со временем у горожан особенные. И вот почему я в этом убежден. Часы в Угличе начали делать сразу после войны. Звезда, Волга, а потом и знаменитые на весь Союз Чайка. Кстати, их так назвали в честь позывного Валентины Терешковой после ее полета в космос. Хотя я летать и не собираюсь, выбрал себе часы из Углича вот в таком авиационном стиле. Люблю лаконичный дизайн. Модель называется «Линкор Уни 4056». Собирается вручную, как и все часы Углического часового завода. Матовый алюминиевый корпус и сапфировое стекло. Царапин не будет даже у таких нерях, как я. Кварцевый японский механизм защищен водозащитой 5 атмосфер, что тоже важно, вспомните, сколько раз нам приходилось форсировать речки по дороге в археологические экспедиции и попадать под ливни. В общем, все, что я люблю в часах, ничего лишнего, просто время. Ну и повод поддержать традиции. У меня у мамы были часы Чайка, теперь у меня тоже есть часы из Углича. Присоединяйтесь, до 30 ноября на сайте УЧЗ проходит Черная пятница. Скидки до 50%. Торопитесь, времени мало. А откуда вообще, в принципе, берется эта информация? Как она нам представлена? Почему, собственно, я сказал про ученых 19 века, у которых вряд ли был такой большой набор цифр? Из каких источников мы их берем, учитывая, что современная статистика и экономическая, ну, та же экономическая статистика появляется не так рано в истории? На самом деле все те же самые источники знали и историки 19 века, просто это не было актуально. Потому что большинство информации про доходы и зарплаты берется из то, что можно условно назвать по их ходу расходной книги, или счета, которые возникают при всяком роде строительстве, при всяком роде строительстве на территории. Они существовали всегда. То есть их историки ровно потому и знали, что они хранились тогда же, просто не было понятно, как это использовать. Или точнее, не было понятно в тот момент, зачем собирать такие большие базы данных, чтобы ответить на какой-то вопрос. То есть сейчас просто на это делается больше усилий, плюс с всевозможными новыми технологиями это сделать немножко проще. Но от этого суть методики не меняется. Нам все равно нужны те же самые источники, просто нужно собирать систематический набор продуктов. Там основная задача именно в сопоставимости. То есть даже если, например, стойки в XIX веке собрали бы все возможные данные по Англии XIX века, это все равно бы без той методики, которая, например, была представлена Бобом Мальном, невозможно было бы сравнить с Италией XIX века. Потому что здесь очень важно понимать, есть договоренность о том, что существует, например, минимальный набор калорий, который необходим человеку для выживания. И далее мы уже подбираем товары, опять-таки, продовольственные, непродовольственные и так далее. То есть здесь, поскольку народ сейчас этим сильно озабочен, то, соответственно, просто применяются единые стандарты, которые половина населения экономического, исторического мира, оно собирает эти данные, а вторая половина критикует. И вот в этой, значит, борьбе, и не толкай. Становятся лучше данные, данные те же, становятся лучше выводы. Пожалуй, так. Прежде чем мы, собственно, будем говорить о выводах, то вот как раз интересно, а источники в каком виде представлены? То есть это нужно обойти все архивы, поднять бумажечки там по ценам, зарплатам, в каком виде они нам представлены? Да, абсолютно. Ну, то есть это нужно обойти, как правило, это нужно пойти в архив, если мы говорим все, что старше 18 века, и собрать данные, и потом их, ну, как-то так или иначе опубликовать. Ну, то есть в этом смысле ничего нового. Это договоры, это какие-то контракты, это что, откуда вообще? Как это представлено в бумаге? Это могут быть, смотря по каким, ну, вот если мы говорим о жизненных стандартах, как основном способе получения данных сейчас, то нас интересуют все типы источников, где есть цифры. Ну, например, контракт, который заключается между, не знаю, там, прачкой и господином на то, чтобы работать. То есть сейчас, например, основные данные по строительству, они собраны, и люди собираются, пытаются понять, что происходило в других отраслях промышленности, и собирают, по Британии, например, собирается очень много данных по женским зарплатам. То есть это любого рода договора, это любого рода книги, в которых учитываются зарплаты и цены. И причем здесь очень важно понимать, что нам нужно именно паденные зарплаты. Это важно, потому что, как написал кто-то из великих, в общем, до XVI века народ особо сильно не упахивался. То есть если даже мы найдем зарплаты, скажем так, в течение месяца, то народ больше не работал, чем он стал работать в том же XVI, XVII, XVIII веках. Соответственно, мы не можем просто применять месячные зарплаты XIV века, делить на 28 дней или сколько там еще. То есть нам нужно... Здесь основная задача – четко понимать, что представляла из себя повседневность того периода. Потому что нас интересуют такие вопросы, как длина рабочего дня, сколько реально ел человек, что именно он ел. И одна из основных проблем в том, что у нас очень много вещей или услуг происходило. То есть оно было на возмездной основе, но не в монетарном виде. И отсюда свои сложности. Возможно, мы недоучитываем для многих экономик вот эту немонетарную составляющую. Хорошо, давайте тогда говорить, собственно, что было обнаружено. Это расхождение. Это то время, когда Европа делает какой-то рывок в уровне жизни, в ВВП на душу населения. Вот если мы отматываем назад, на начало этого периода. Во-первых, что за начало? Насколько я понимаю, это тоже очень большой вопрос. Давайте с этого начнем. На него, ну, как бы, начало не существует. Начало положено сейчас наличием данных. У нас есть надежные данные для, в основном, Европы и части Китая для периода, ну, условно говоря, там, с 15 века. Причем здесь же еще своя сложность, потому что, когда мы говорим о Китае, это же реально большая страна. То есть, по большому счету, для того, чтобы посчитать расхождение, нам нужно сравнить всю Европу со всем Китаем. Ну, что мы делаем? Мы сравниваем отдельные страны Европы, а если копнуть еще глубже, то состояние, фактически, отдельных городов со всем Китаем, каким-нибудь там средним. Ну, по большому счету, мы всегда говорим, конечно, о Бусть-Янзы, потому что у нас есть оттуда данные. И вот дальше мы пытаемся, значит, что-то там такое воспроизвести. Поэтому у историков нет договоренности о том, когда это началось, потому что все обращают внимание на разное. И здесь одна... То есть, удивительно, но великое расхождение, сама обстановка вопроса произвела неимоверное количество теорий. Ну, то есть, для каждой теории есть какой-то устойчивый набор показателей, но если эти показатели будут рассматриваться человеком с другой теоретической рамкой, то эти показатели оказываются неважными. Ну, например, одним из... То есть, все теории, которые существуют по великому расхождению, соответственно, все время, все какие-то временные расходы можно, все начало старта можно разделить между несколькими грубо говоря, большими такими зонтиками, теоретическими зонтиками. Ну, первое – это география. То есть, некоторые говорят, что география имеет значение. Соответственно, здесь просто так получило, причем это было сформулировано еще там благополучно в 1960-х годах, до того, как вопрос о великом расхождении встал, выяснилось, что в Англии очень удачно расположен уголь. И все люди стали говорить об этом. И, соответственно, люди стали больше внимания обращать на географию, как следовательно, сельское хозяйство и скот. И вот одно, например, из критик померанца состояло в том, что... Вы, конечно, говорите, что в Китае был недостаток скота, и, следовательно, могли меньше унаваживать почву со всеми вытекающими. Но для китайского сельского хозяйства скот роли не играл ни с точки зрения того, на чем пашут, ни с точки зрения удобрения. Там была просто другая механика сельского хозяйства. То есть, на самом деле, здесь всегда получается, что вся эта концепция, она возникла в рамках такого жесткого европоцентризма. И, фактически, каждый раз, когда привносится новая страна в этот вопрос, то нам просто нужно узнавать по новой историю и повседневность той страны, которую мы привносим. Итак, все теории можно поделить на географические, то, что условно можно назвать биологическим, но с точки зрения, кто куда каких микробов привез. Например, насколько известно, ни одного вируса-убийцы не было привезено из Америки в Европу. Возможно, кроме сифилиса. То есть, в обратном порядке все шло, а вот туда ничего. Итак, совсем просто. География, биологические теории, далее классическая институциональная теория. То есть, как бы это всегда учитывается. Далее, вот эта идея, базовая идея в том, что есть разные способы... Секунду, институциональная теория, давайте уточним, это имеется в виду, что институты европейские позволили создать какое-то более, более, как это сказать, развитое хозяйство, которое и привело к этому вот экономическому росту. Правильно я понимаю? Ваше уточнение привело к еще одной проблеме. Да что ж такое? Проблема заключается в том, что мы не знаем причины следственной связи. Ну, да. То есть, мы не знаем, что на что повлияло. То ли у нас политический институт, ну, например, то ли славная революция в Англии, которая создала парламент, контролируемое правительство, позволила случиться экономическому росту, то ли до этого уже был экономический рост, который позволил парламенту получить эти права. Мы этого не знаем. То есть, когда мы говорим о великом расхождении, мы всегда, собственно, говорим о корреляциях, нежели о вот именно причинно-следственных связях. Но, да, в целом, эта концепция институциональная, это Норта и Венгаста о том, что существуют хорошие институты, которые способствуют экономическому росту. Ну, например, представительские институты, как парламент. С ним обычно в связке идет гарантированное право собственности, и с ним обычно в связке идет патентная система. Ну, то есть, патент, на самом деле, очень важная история в этом смысле, потому что ты можешь защитить свои права. И в Англии это сложилось первым, и поэтому считается, что Англия была хороша. На самом деле, вот эту концепцию можно протестировать, потому что у нас есть страны, где, например, Англия и Франция, они, безусловно, отличались по своему институциональному климату. И, например, те страны, которые находились под колонией, под колонизаторским премием Англии, у них сложились лучшие институты, чем те, которые находились под колонизаторским премием Франции. Считается, что, то есть, вот с точки зрения их дальнейшего экономического развития, здесь оказалось положительное влияние. То есть, это вроде бы как в поддержку институциональной теории. При этом сейчас появляется огромное количество работ, которые показывают, что, на самом деле, патентная система и гарантированное право интеллектуальной собственности на самом деле препятствие, потому что это значит, что невозможно распространять знания бесплатно. А ведь это является одним из условий экономического роста. То есть, здесь ситуация, что фактически на каждый факт у нас всегда есть какой-то контрфакт. И институциональная теория, она, в принципе, ну такая, ее очень любят, ее очень много что объясняют. Проблема в том, что у нас все, что угодно может быть институтом. У нас есть экономические институты, политические, культурные. И в этом смысле непонятно, ну то есть, за счет того, что это очень такая неточно сформулированная теория, то туда можно все, что угодно подвязать и очень легко как доказать что-то плюсом, что-то минусом. Но это действительно очень популярная такая идея. Соответственно, что еще... А, есть у нас еще очень такая важная теория, связанная с культурой. И Макир ее активно продвигает. О том, что... Ну такая идеалистическое, да, представление. Он считает, что корни индустриальной революции, следовательно, великого расхождения, относятся к... лежат в научной революции, которая случилась в Англии. Проблема вся в том, что он не объясняет, почему случилась эта научная революция. Но мы это действительно видим, что в Англии у нас складываются научные сообщества, в Англии у нас складываются... активно включается станок, который производит огромное количество книг, здание становится более доступным. Но если мы посмотрим на тот же Китай, там раньше все это появилось. И вопрос, почему тогда стартанула Англия, а не Китая, возникает? То есть у нас всегда есть какой-то пример страны, которая не укладывается в ту или иную модель. Ну, то есть, как бы... Это тоже является сложностью, но теория Макира очень популярна, и сейчас все говорят об этой технологии и, соответственно, влиянии технологии на великое расхождение. Далее есть в пристежке к этой концепция Двриса о революции трудолюбия, который говорил о том, что в какой-то момент люди начинают больше работать, люди начинают меньше пить, люди начинают доверять друг другу и снижается уровень насилия. И вот это все происходит по каким-то непонятным причинам в Северной Европе в 16 веке. И, соответственно, с 16 века начинается постепенно... Ну, то есть, это все как-то плавится, 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 и до какого-то момента это становится достаточно значимым, чтобы привести к индустриальной революции. Но абсолютно не объясняя, чем вызван этот лаг между, собственно говоря, переменой в сознании и реальным результатом. Есть совсем простая гипотеза, которая поражает своей ясностью, во всем виновата «Бубонная чума», потому что она принципиально изменила условия, экономические условия в Европе. И Кларк большой фанат этой теории, собственно говоря, он об этом настаивает. Но это вот, если мы попытаемся сформулировать... Точнее так, есть график, который любят все. Это вот график 1.1 из книги Кларка «Прощай, нищета». Он так и называется. Вся экономическая история в одном графике. И там вот такая, ну, фактически, хоккейная палка, да. Это когда у нас, значит, ничего-ничего не развивается, а потом все резко стартует. И вот, условно говоря, где-то в районе 18 века. Ну, вот в конце 18-начале 19 века. Мы про Европу сейчас говорим. Мы про его... Да, мы говорим про Европу, но это, учитывая, что мы знаем о Европе больше, у нас больше данных, поэтому если даже мы считаем среднее на весь оставшийся мир, у нас все равно европейских данных больше. То есть, условно говоря, мы не сможем сделать достаточно хороший вес на другие страны, потому что у нас, ну, у нас есть немножко данных по Китаю, у нас есть немножко данных по Индии, но, повторюсь, мы ничего не знаем про арабский мир. И пока кто-то не сделает это, мы об этом не узнаем. Какая еще есть такая теория, которая много чего закрывает? А, ну вот, значит, Боб Ален, один из самых популярных, популярных теорий, это как раз объясняющий, ну, то есть, его можно сформулировать тоже достаточно просто, это высокие зарплаты и хорошо расположенный уголь. Вот эти две комбинации, они привели к тому, что людям стало вкладываться выгоднее в капитал. То есть, идея Алена, она представляет очень легкую экономическую модель, то есть, фактически мы берем производственную как бы функцию и далее мы смотрим, у нас есть три фактически элемента, которые вносят свой вклад в экономический рост в целом. Это может быть либо капитал, либо земля, либо труд. Ну и, соответственно, дальше, чем больше у нас, например, стоит труд, тем больше у нас в любом случае будет как бы общая стоимость произведенного товара. И, соответственно, в этом случае, если у нас очень высокие зарплаты, то нам выгоднее вкладываться в капитал, чтобы, соответственно, у нас получать прибыль. То есть, теория Бобалина исключительно популярна и, на самом деле, мне кажется, в ней есть большая доля, большая доля истины. Ну, как и в любой другой. То есть, там же эти теории сочинены, написаны, додуманы, сделаны, сформулированы людьми, которые далеки от того, чтобы быть идиотами. Поэтому понятно, что каждый что-то свое улавливает. В последнее время очень популярной становится гипотеза Хоффмана, то, что называется по-английски это tournament model. В общем, это как бы модель соревнования. То есть, он на самом деле рассматривает Европу не уже тогда, когда все случилось, там, 17-18 век, а он начинает говорить о, ну, там, свека 14-го. И он рассматривает Европу, представляя ее как рыцарский турнир, где в качестве как бы бонуса, если ты выигрываешь, ты получаешь территории, и ты получаешь финансовые выгоды. И еще, что очень важно, и об этом как бы Хоффман много пишет, именно в Европе был культ силы и культ победителя. Соответственно, это все вместе давало значительные преимущества европейским лидерам. Но, опять-таки, это все накладывается на там географию и соответствующие институты. Но вот из последних работ, пожалуй, его работа 2015-го года, пожалуй, она такая, ну, сейчас достаточно ходовая. Мне кажется, это очень хорошо перекликается с моей любимой теорией Павла Юрьевича Уварова про роскошь феодализма. То, чем Европа отличается, например, от нашего региона или от того же Китая, что там есть большое количество субъектов, которые постоянно между собой воюют, и за счет этого они вынуждены улучшаться постоянно. И вот эта гонка вооружения, она приводит к этому как бы росту. Я так понимаю, что это об этом, да? Да, это вот об этом. Что сделал Хоффман? Хоффман наложил это на простую экономическую модель, где он все привел в систему. То есть, это условно, все игроки имеют, есть понимание того, что является результатом борьбы. Потому что, когда мы говорим о великом расхождении в целом, сложно представить, что Англия или там англичане в какой-то момент сели, подумали, было бы неплохо мир завоевать. Ну, то есть, это же не так происходит. Соответственно, да, вот Хоффман как раз, я в этом смысле очень рекомендовала его книгу, я не знаю, перенемная ли она русский язык, но она вот очень такая, она очень много чего объясняет, а главное, что она делает, она объясняет, почему в других странах это не сложилось. Ну, например, в Китае. То есть, что делает Хоффман? Он берет, например, классические географические, географические объяснения, почему в Европе было так много войн. И одна из идей состоит в том, что в Европе были горы, территория была разъединена, реки текли в правильном направлении каждый раз, что облегчало производство и так далее, и так далее. И, как бы, все это, да, до той поры, пока мы не знаем китайской географии. Как только мы посмотрим на китайскую географию, то мы видим, что там, в общем, все то же самое. И в этом смысле он действительно пытается, ну вот, объяснить все возможные варианты, но он тут же, но он при этом очень хороший экономический стойк, и он задает вопрос, ну хорошо, а если бы, да, то есть, вот то, что и стойки ненавидят, а экономические историки, они на самом деле к этому вопросу приближаются, потому что нам нужны какие-то, ну вот, какие-то варианты другие, да, варианты альтернативного развития. Ну и вот одно из альтернативных развитий, а что было бы, если бы, например, Европа смогла объединиться? Смогла ли она достичь таких же результатов? Потому что одно из, одно из объяснений, Китай был объединен к этому моменту, и, соответственно, у него не было необходимости воевать, усовершенствоваться, развивать оружие и так далее, и так далее. У них была немножко другая, немного другая угроза со степью, а, соответственно, для угрозы со степью даже развитие порохового оружия и строкового оружия в общем не нужно, поэтому они надегодиали ставки. Или, например, а что если было бы, если Китай развалился? То есть, по большому счету, здесь, как бы, в истории Китая, почему Китай в итоге не стал Англией, потому что монголы пришли, Китай вынужден был объединиться для сопротивления монголам. то есть, это интересно подумать, и в этом смысле эти модели нужны для того, чтобы, ну, это такое интеллектуальное, полезное интеллектуальное упражнение, которое позволяет собрать еще много данных. Во всех этих теориях, пожалуй, отсутствует один элемент, который, ну, вот реально важен, и это удача. Ну, потому что объективно подчас это, ну, вот кому-то не повезло, и если бы, ну, вот на этой известной картинке, когда встречаются, если бы встретились две эскадры, да, в одно время, ну, вы знаете, это классическая картинка, то что бы было с европейской флотилией, если бы она увидела китайскую флотилию, вот в тот самый момент, они разменулись там же, ну, в пространстве времени совсем ненадолго. Имеется в виду знаменитые походы китайцев, по морю на запад, туда забыл, кто там был руководитель, мусульманин, кстати, ну, я плоха с именами. Я вот тоже не помню, как его звали, но это, да, великое посольство такое, которое прошвырнулось по западу для китайской страны. То есть, если, где-то в какой-то из книг по великому расхождению я как раз видел эту картинку, да, вот их совместили принудительно, там близко бы не было европейцев, или если бы, например, не знаю, Америка была бы чуть ближе к Китаю, чем к Европе. Собственно, почему европейцы открыли Америку? Ну, потому что ближе. То есть, в этом смысле, там, не надо было быть великого ума. Ну, нужно быть великой настойчивости и, конечно, открытие этой, ну, то есть, мы все прекрасно понимаем. Ну, то есть, вот, то есть, если говорить о теориях, которые существуют, ну, вот, широкими мазками, то это вот они, да, то есть, это география, биология, культура, институты и, ну, скажем так, эндогенное развитие, эндогенное, да, эндогенное развитие, связанное на ресурсах, которые существуют внутри страны. Вот то, чем Гэл Бобалин, да, это совпадение высоких зарплат и, соответственно, грамотного расположения угля. Ну, и, наверное, Кларк, если вот, как бы, все это вот ставить в какую-то одну концепцию, у него, скорее всего, теория гибридная, потому что в качестве экзогенного шока была убонная чума, ну, вот последняя теория Хоффмана, опять-таки, это перед, собственно, началом великого расхождения описание того, ну, ну, да, теория, рыцарского турнира, наверное, так на русский можно перевести. Хорошо, пробежались вот так общими мазками, да, по всем теориям, давайте, я так понимаю, что там очень много именно как раз расхождений между специалистами, но я так понимаю, что расхождений нет в такой точке, то есть мы понимаем, что условно в 1750 году Европа плюс-минус равна Азии, Китаю, Индии, Японии по производству, по... И во многом хуже. Да, и во многом хуже по ВВП на душу населения, по уровню жизни, а в 1850 году уже радикально лучше. Вот можете описать вот эти экономические условия там и там, о чем, собственно говоря, и с чего мы... с чем, я так понимаю, все как раз согласны, поэтому этот вопрос бурно обсуждается. Ну, с этим не совсем согласны, потому что сейчас, когда мы идем вглубь веков, то там разброс мнений, что это началось либо в 17 веке, либо уже только в 19. Именно по той причине, что в середине 18 века, как и показывает Померанц, по ВВП на душу населения, да, но по куче других показателей, которые мы сейчас ценим, на самом деле нет. То есть здесь все согласны с тем, что в Европе что-то произошло, это правда. Вопрос, как это измерять и от того, каким способом ты это измеряешь, ну, например, если ты, не знаю, там, измеряешь по росту... Вот я как раз хотел, давайте пробежимся по основным этим показателям, о чем, собственно, спорим-то, что произошло. Значит, ВВП на душу населения, среднее ВВП на душу населения в долларах 1990 года, который показывает то, ровно то, что вы сказали, что за век Англия смогла выйти не просто, не просто стала расти, да, рост был и до этого. Англия смогла, начиная с этого, с фактически конца 18-го, начала 19-го века, показывать устойчивый, ежегодный рост благосостояния населения. То есть, здесь основное, ключевое слово устойчивое, потому что... И тут еще, я так понимаю, очень важный момент, во всяком случае, для меня это не очень очевидно, что до этого момента, там, в том же самом Китае, например, ну, есть такой образ, там, голодающего крестьянина, который, там, влачит свое жалкое существование в китайской деревне, а в Европе вроде как люди такие богатые, довольно сытые, на самом деле нет, они там плюс-минус одинаковые. Нет, этого нет. Там было одинаковое количество бедных, влачащих существований в Англии, как и в Китае, было одинаковое, более-менее, количество людей, которые действительно были богатыми. То есть, в этом смысле, если бы вы поехали, ну, если бы была машина времени, мы бы поехали, мы бы увидели приблизительно одно и то же, но по многим показателям, как, например, удовольствие от жизни, в Китае было бы лучше, потому что, по большому счету, европейцы ничего не могли предложить Китаю до опиума. Китайцы не были заинтересованы ни в чем с точки зрения Европы, потому что ни качество товаров, ни качество услуг, ни качество жизни в той же Англии не было выше или лучше по сравнению с Китаем. Единственное, что предлагали, это серебро, насколько я понимаю, просто потому что в Китае его не было, и это единственное, что им приходилось импортировать, европейцы. Да, но если мы посмотрим, например, на ту же империю моголов, которая прям аккуратно, близко к Китаю, и если мы посмотрим на какой-нибудь 15-й век, когда, 15-16 века, когда ВВП не ВВП на душу населения, а ВВП в целом империи моголов было чуть ли не четверть от мирового, ну то есть они явно, они были в авангарде, так вот, там они имели достаточное количество копин вот этих вот серебряных рудников, но они все равно импортировали серебро. То есть здесь нужно понимать, что здесь вопрос связан не просто с импортом, да, а вопрос спроса и предложения. То же самое, ну мы знаем, что благодаря великим географическим открытиям большинство серебра вывозилось из, в Испанию вывозилось из Америки, но при этом это же серебро не оседало в Испании, оно все уходило в Голландию, то, что сейчас называется Нидерланды, и в Англию, по большому счету, оно оседало там, именно поэтому эти страны поднялись, потому что во всех этих историях есть еще один такой показатель, как, ну вот, работорговля и вот это вот дешевое серебро из Америки. Поэтому, да, но возвращаясь к вашему вопросу, итак, что, какие показатели мы оцениваем? И один из показателей ВП на душу населения, повторюсь, в нем много чего нам не хватает. Далее мы смотрим на, значит, жизненные стандарты, и вот жизненными стандартами уже сложнее, потому что мы видим, если мы, например, возьмем, опять-таки классический график из какого-нибудь, там, не знаю, Баба Алина, то мы увидим, что в веке, там, 14-м, 15-м, 16-м, жизненные стандарты в том же Китае были выше. Да, то есть, это, как бы, это важно. Если мы будем говорить то, что сейчас говорят историки про экологические проблемы, то 19-й век это век экологической катастрофы, по большому счету, в Европе, и по этому показателю там не было Great Divergence. Не то, чтобы я сейчас пытаюсь быть сложной и пытаться как бы наваливать разные факты, но в том-то и проблема, что здесь все зависит от того, какие показатели нам интересны, и до каких показателей мы, как люди сегодняшнего дня и ценящие то, что мы имеем, мы считаем, поскольку ВП на душу населения на протяжении долгого времени было в, скажем так, политической программе экономических историков, то мы об этом больше знаем. Но мы не знаем, что будет, если мы добавим какие-то другие данные. Сейчас идет много очень исследований по неравенству. И на самом деле, если мы посмотрим на исследования по неравенству, там картина тоже неочевидная, что вот это расхождение случилось вот аккурат в тот самый период. У нас есть договоренности по графикам. Ну, то есть вот этот график, вот эта хоккейная палка Кларка, с этого все начинается. Но, наверное, что важно проговорить, это то, что вопрос, почему одни страны богаты, другие бедные, ведь, ну, можно совсем широко переформулировать вопросы Great Divergence, почему одни страны богаты, другие бедные, это вопрос, имеющий политическую окраску, потому что нам кажется, что если мы поймем, почему одни страны смогли вырваться из мальтузианской ловушки, то мы сможем применить это везде. Ведь у нас, смотрите, Англия оторвалась, это понятно, да, то есть мы не знаем, почему, и нам, ну, как бы, ну, вроде бы это произошло вот где-то там 18-19 век, по основным показателям, которые мы сейчас знаем. Вот основные показатели это ВП на душ населения и большинство показателей по жизненным стандартам. Если другие показатели вписывать, повторюсь, там картина будет более странная, но ведь некоторые страны смогли догнать, и, например, Соединенные Штаты смогли, по какой причине? И вот тут мы как раз как бы говорим о том, что фактически они воспроизвели путь Англии, да, они сделали хорошие институты, они увеличили зарплаты, они открыли границы и, соответственно, народ пришел, потому что во всей этой истории один из показателей, который тоже все отмечают, это увеличение численности населения. Если у нас есть увеличение численности населения, значит, мы, скорее всего, наблюдаем экономический рост. Ну, вот это классическая мальтузианская, мальтузианская ловушка и выход из нее, так, то есть, то есть, это важно. У нас великое расхождение про устойчивые, высокие темпы роста. Это вот, повторюсь, но это важно, потому что у нас, на самом деле, есть рост, рост экономический, который был всегда. У нас мир существует достаточно долго, человечество существует достаточно долго. И экономика в целом росла во всем мире, но она росла медленно. И в какой-то момент, по, не знаю, по политическим причинам, нам стало казаться важно, что быстрый рост имеет значение. И поэтому сейчас все пытаются воспроизвести быстрый рост. Опять-таки, потому что экономики, которые уже вырвались, они отрываются от остальных. Ну, потому что выросло неравенство, а это всех раздражает. Это, в общем, мне кажется... Да, но неравенство может быть как внутри страны, так и между странами. Потому что, если мы сейчас посмотрим на даже самые бедные страны, сейчас, они живут, ну, условно говоря, так же, с точки зрения жизненных стандартов, как Англия в веке в 18-м, в начале 19-го. А мы тогда уже говорим о том, что люди стали жить лучше. То есть здесь вопрос, что мы сравниваем с чем? К сожалению или к счастью? Вот тут у меня такой, может быть, тоже дилетантский вопрос. Когда мы говорим про ВВП, пусть даже на душу населения, не теряется ли за этими так чисто формальными цифрами, количественными характеристиками, качественные характеристики? Я имею в виду в том смысле, что, ну да, вот за этим ВВП на душу населения может стоять разные вещи. В том смысле, что, условно, если мы в Китае произвели то же самое количество, но это условно там еда, которая, окей, да, там базовые какие-то потребности. Да, у нас там сельскохозяйственные орудия, но это какие-нибудь, я не знаю, дешевые примитивные чугунные плуги. И мы произвели какое-то оружие, а это там, не знаю, щит-меч. А в это же время, да, ВВП на душу населения в Европе может быть таким же, но мы говорим о, окей, да, еда, все нормально, но дальше начинается расхождение. Здесь у нас высокоэффективные какие-нибудь сложные стальные плуги, которые дают потом еще этот рост, ну, такой вот, как бы, коммунитивный эффект накапливающийся. У нас оружие, это какие-нибудь современные нарезные штуцеры, ну, там я имею в виду для начала 19 века, которые потом позволят, в том числе, и колониальные завоевания производить. И насколько это вообще все учитывается, потому что мне кажется, что это важно, особенно даже еще, если дальше туда отматывать. То есть мы можем говорить о том, что Европа, да, более бедная, но условно у них там вот эта структура ВВП другая, совершенно которая позволяет накручивать вот этот маховик, который станет очень заметно быстрее крутиться к 19 веку. Забавно, что вы сейчас находитесь в плену так называемой эндогенной теории, эндогенного типа теории, то есть вы пытаетесь найти причины внутри самой Европы. Не обязательно. Именно это вы говорите, то есть внутри существует что-то, что позволяет раскручивать маховик. Подождите, это я еще просто к вопросу колониализма не подошел. Это будет мой следующий вопрос. На самом деле вы правы в том смысле, что когда мы получили первые грубые подсчеты, что происходит с экономикой основных стран в 18-19-20 веке, люди стали задавать больше вопросов. И, естественно, экономическая теория не стоит на месте. И то, я думаю, то, что вы имеете в виду, исходя из примеров, которые вы привели, это то, что в экономике можно было бы назвать TFP или там вот совокупная факторная производительность. То есть если мы возьмем сейчас формулу того же соло, у нас там всегда будет то, что называется вот это residual cell, это та штука, которую невозможно померить, которая отражается именно в технологии. То есть у нас есть что-то, что мы не совсем понимаем, но мы вводим для этого коэффициент, и как раз тогда мы измеряем вот то, о чем вы говорите, что там всего лишь какие-нибудь сохи, как в России, а здесь уже вполне себе полноценные плуги. То есть это вводится в модели, это пересчитывается, и на самом деле либо, ну то есть это учитывается, результаты сильно не меняются пока. То есть либо потому, что считается неверно, либо потому, что у нас нет больше данных, либо потому, что действительно модель устойчива. Ну то есть вот это вот измерение, которое было сделано. Здесь очень забавная ситуация, потому что ВП на душу населения критикуют все, и сейчас, например, больше любят всякие индексы человеческого развития, или там зеленый индекс, ну то есть они по-разному, по-всякому называют, чтобы именно поймать вот то, что как бы, либо качество жизни, что, наверное, можно, то есть я не уверена, что более высококачественное оружие ведет к качеству жизни лучшему, но вот помимо, ну потому что высококачественное оружие, это автоматически означает и другие штуки, которые делаются для мирного населения. Вот я про это и говорю. Собственно, тут сейчас социалисты меня убьют, да черт с ним, с уровнем жизни. Имеется в виду, что в принципе, условно, государство, система сильнее, и это позволяет этой системе больше получать капитала, больше быть богаче, и, соответственно, и то же самое население становится богаче, благодаря тем же самым оружием, на которых завоеваны там другие континенты. Я вот о чем. Вот именно это, вот из последних работ, кто это классически учитывает, это как раз Хоффман. Он как раз вот из этого, он начинает со стандартной функции экономического роста и далее добавляет показатели и далее определяет, что именно он учитывает. И вот то как раз, о чем вы говорите. Макир это будет делать то же самое, но через технологии инновации, и вот ровно об этом он будет говорить. То есть, но нюанс есть в том, что когда это все учитывается, у нас время начала великого расхождения может поменяться на век. Ну, туда или в одну или в другую сторону. Я, конечно, понимаю, что с точки зрения, ну, такой уж совсем устойчивости теории, нам очень важно, чтобы это началось вот ровно в этот момент, а не 50 годами позже. Но учитывая, что мы говорим о развитии человечества на протяжении нескольких тысячелетий, по большому счету, и как бы весь пафос этого вопроса состоит в том, что вот тысячелетия люди не могли выйти из мальтузианской ловушки, а тут смогли, они смогли производить больше еды, чем они, меньшим количеством людей, чем они потребляют, и при этом желание размножаться осталось на том же уровне. Потому что на самом деле все эти модели работают только при двух условиях. Первое, еда нужна человеку, и второе, сексуальное желание не меняется на протяжении веков. Потому что если одно из этих условий выпадает, то все эти теории экономического роста не имеют смысла, они рассыпаются, как карточный домик, потому что тогда вся система сдерживания и противовесов или стимулов перестает работать. То есть, если человечество поменяется в этом отношении, или если оно было другим, у нас нет оснований так думать, но мало ли, до этого, то тогда у нас получается немножко другая картина. Экономисты пытаются это сделать сейчас. И вот повторюсь, я в данном случае не хотела бы выступать пиарщиком, но мне кажется, книга Хоффмана, она как раз вот очень хорошо об этом это описывает. Тут есть еще, если переводить совсем, ну, как бы для меня тоже непонятная сложность, человек далекого от экономики, если уводить там от тех же самых ружей, ну, то есть, да, вот мы видим Китай в начале 19 века и Европу в начале 19 века, и, ну, это просто как мальчик и взрослый мужик в смысле военном, и понятно, почему они завоевали, и интересно, почему так произошло. Например, если мы говорим про то же самое, вроде бы, да, казалось бы, вот у нас там технологическая промышленная революция, мы можем производить много хорошей дешевой ткани на фабриках в Англии. Но, насколько я понимаю, в том же самом там 19 веке, там уж в 18-м, так точно, в Китае и в Индии могли производить столько же, а то, может быть, и больше, и, может быть, даже более дешевой ткани, и более качественной, но ручным трудом. И тогда зачем производить вот такие сложности? Но потом эти сложности срабатывают. Я имею в виду, что, может быть, это, знаете, как в эволюции бывает, когда какое-то преимущество, оно, ну, то есть оно еще не преимущество, это особенность. И в одних условиях оно не срабатывает, а в других потом срабатывает. Когда, я не знаю, люди все вымерли, а ты можешь, а тебе они не нужны. Ты и так можешь производить ткань. Да, хочешь ли ты эту жизнь после того, как все вымерли, это от этого вопроса? Но это как раз тот случай, который произошел в Японии, которым были завезены хорошие станки, но потом там была настолько убавлена в его книге «Краткоэкономическая история», как раз есть этот пример, когда в Японию завезли станки, как положено, со всеми металлическими штуками и так далее. Но когда эта металлическая штука в станке ломается, то выясняется, что очень дорого привозить запасной элемент. А вот в Японии есть, условно говоря, какое-то дерево, которое по качеству позволяет заменить вот эту штуку. И по большому счету, если поставить место, если заменить эту металлическую, не помню, какой там был компонент, на вот эту деревянную замену и после этого поставить место одного японца трех, то производство еще выгоднее, потому что дешевая рабочая сила. То есть это ровно о том, о чем вы говорите, но это не помешало Японии в конечном итоге фактически догнать. Вот смотрите, когда мы говорим о том, что такое ВВП на душу населения, то мы, понятно, уходим на какие-то простые вещи, оружие-то понятно. Но ВВП на душу населения выше означает, что могут быть выше инвестиции. И вот дальше мы наталкиваемся на культуру, и мы говорим о том, что если у нас выше ВВП, то, соответственно, я могу потратить больше денег на обучение своего ребенка, которое, может быть, мне сейчас в 17 веке пока еще не сильно поможет, но через век, когда этот уже ребенок будет иметь своих детей, и для него обучение и трудолюбие станет нормой, то, соответственно, что-то получится. Об этом говорит Деврис. То есть сначала нужно изменить отношения людей. Я думаю, что, я не помню, Макловски писала ли что-то про великое расхождение, наверняка, да, но вот это как раз в ее идее, почему случилась вот эта самая индустриальная революция, потому что люди стали по-другому относиться к слову предприниматель. Вся это, как бы мы говорим об армии, мы говорим о государстве, но кто является основным производителем благ? Это, строго говоря, в современных термах предприниматель. Тот, который своим трудом, своими мозгами, своими знаниями рискует и несет риски, в первую очередь обеспечивает благополучие себе, но в том числе и для экономики страны. И Макловски выдвинул гипотезу, которая мне бесконечно близка, мне кажется, в этом есть большая большая доля истины. Как только купцов в современной, в российской терминологии стали, условно говоря, на Западе уважать, и как только они, их статус стал достаточно в обществе значим, то тем самым стало больше предпринимателей, и этот модель поведения, когда ты зарабатываешь деньги для себя и для страны, стала нормальной, и отсюда пошел индустриальная революция, потому что один из вариантов индустриальной революции – это инвестирование в свое предприятие, в лучшие станки, в образование, в лучшее питание, не просто в дешевые ткани, но и в хорошую одежду, которая позволит тебе сохранить здоровье. Один из показателей, тот как раз, который, я думаю, что вы искали, это ожидаемая продолжительность жизни, ведь именно этот показатель говорит о том, что люди живут лучше, ну, потому что они живут дольше, то есть это, это не просто про хорошую армию, а это еще про то, что, ну, тебе нужно здоровье выжить в этих условиях, поэтому это в ту же самую копилку, то есть, но это все, если мы теоретически об этом думаем, это все эндогенный рост, то есть мы каждый раз ищем причины экономического благополучия или неблагополучия, или то, что нам сейчас кажется неблагополучием, повторюсь, если бы мы рассуждали об этом в 15 веке, то, в общем, у нас бы картина мира, картина будущего у нас была бы абсолютно точно иной. Ну вот, смотрите, давайте теперь к экзогенным факторам переходить, и экзогенным теориям. Если объединить эти два фактора, пушки, оружие и ткани, например, насколько... У нас получится книга Даймонда. Да-да-да, ну почти. Я вот о чем. Мы говорим, да, о том, что в Англии дешевая ткань хорошая, но произведенная на фабриках, в Индии мануфактуры. Насколько я понимаю, в словно таких марксистских кругах, вот, да, мы говорим про период первичного накопления, капитала, за счет чего это там произошло или там еще что-то. Если у нас есть хорошие пушки, мы можем прийти свергнуть местное правительство, запретить им производить ткани и продавать им свои дешевые ткани. И это как бы, ну, это как раз вот экзогенный такой рост. Может ли это быть фактором? И тогда, собственно, разрушается местная экономика, мы начинаем им продавать и, как это сказать, в нерыночных условиях побеждаем на рынке. Благодаря нерыночным факторам. Это хороший вопрос. Я сейчас думаю как бы пройти между целой хорибтой, потому что вопрос в нынешних условиях это вопрос исключительно политически окрашенный. Значит, во-первых, безусловно, экономические историки не идиоты, и да, безусловно, существует политическое какое-то представление о том, что должно быть, но колониализм, безусловно, сыграл свою роль и уже пример, который я провела, это дешевое серебро из Америки. То есть оно ровно таким образом и появилось в Европе. Второе, это рабство. Классический пример и мы видим исследования, которые настроены на изучение, которые связаны с изучением того, что называется persistence, ну, то есть устойчивость каких-то вот этих устойчивость моделей развития тех или иных территорий, мы видим, что крепостное право, прошу прощения, но и крепостное право тоже, и рабство, любой принудительный труд, он, безусловно, влияет на экономическое развитие и какие-то страны в этом смысле выигрывают, какие-то нет. Смотрите, вы назвали экзогенные факторы, связанные с условно-перначальным накоплением капитала, когда мы приходим на территорию, завоевываем и далее эксплуатируем население. Этот вопрос можно развернуть в одну из сторон и спросить, а сколько на самом деле реально колонии давали метрополии и наоборот. И это вопрос не совсем про великое расхождение, но об этом особенно британские историки, они много писали, экономически и неэкономически. причина этого в том, что в Англии это проще посчитать, поскольку, собственно говоря, есть метрополия и есть другая территория, и это все осуществляется, ну, строго говоря, на кораблях, это можно зафиксировать в том или ином варианте. И там surprise, surprise, как обычно, существует несколько точек зрения на эту тему. То есть кто-то считает, что на самом деле колонии не давали так много, как уходило денег на содержание колониальной администрации. Ну, то есть мы исходим из того, что было бы, если бы, если мы берем Англию и Индию, то у нас одна точка зрения с огромным количеством факторов, говорящая о том, что, безусловно, экономика Индии была в менее благоприятных условиях из-за того, что Англия эксплуатировалась Англией. Мы знаем другую точку зрения, которая показывает, что на самом деле экономика Индии до сих пор развивается благодаря, не знаю, например, тем же дорогам и институтам, которые были, значит, введены Англией. И если мы измеряем как бы импут и андпут, то есть что вошло и что вышло, то выясняется, что на самом деле для Англии, может быть, не было бы выгодно иметь эту Индию в качестве колонии. Здесь вопрос, как мы считаем и что мы считаем и правильно ли мы считаем. Я бы сказала, что это тоже экзогенный фактор. И насколько я понимаю, у историков, ну, то есть я не знаю, может быть, я прозвучу очень неполиткорректно, но у меня ощущение, что эти подсчеты и интерпретации часто зависят от политической конъюнктуры. Потому что, я уж не знаю, почему, ну, потому что люди начинают обращать внимание на что-то, что до этого они не замечали или не хотели замечать, или просто не думали. То есть я не думаю, что люди такие уж злые, но реально нужно до каких-то понятий дорасти, то есть как это все считается. Но если мы говорим об экзогенных факторах, то, пожалуй, я бы делала большую ставку на заболевания. И в данном случае, ну, вот эта бубонная чума классический вариант. То есть лучшее, что случилось в Европе, судя по всему. Если вообще суммировать все работы экономических стойков, почему в Европе все так хорошо сейчас, условно, сейчас, то это потому, что случилась бубонная чума и в некоторых территориях умерло большее количество людей, например, в Англии там чуть ли не четверть населения, половина населения. Опять-таки, если мы правильно считаем. И, соответственно, потом выросли зарплаты, которые таки потом, через пару веков, ну, выстрелили в то, что встретились с углем, наконец, и, собственно говоря, жить изменилось. Потом не забывайте, что такой есть экзоген. Мы об этом сейчас знаем значительно больше, и появляются значительно больше исследований, показывающих, как развивалась торговля до того, что мы называем... Секунду, подождите, прежде чем к торговле перейдем, я вот, да, про... Ну, это как этот чистый Ален, что называется, Боб Ален, который говорит... Кларк, скорее. Я про зарплаты. То, что... Кларк, конечно. Чем хороша бубонная чума? Она выкосила лишних людей. Оставшиеся люди могли требовать себе большую зарплату. Зарплата выросла, и стало неудобно их эксплуатировать, и когда появился уголь, стало проще машины применять дешевле, чем людей. И поэтому понеслась промышленная революция и так далее. Немножко людоедская такая, как казалось бы, теория, но тут мы сейчас не говорим в том смысле, что правильное, что неправильное. Но вот как бы логика такая, что хорошо, что стало людей меньше. Логика такая, и экономическая история, она вообще наука депрессивная, но это еще и классическая мальтузианская теория. Ведь, то есть, почему... То есть, в мальтузианской теории, если мы рассматриваем, почему люди начинают жить лучше, они начинают жить лучше только в том случае, если население становится меньше. Проблема вся в том, что если растет зарплата, то начинает расти население, которое начинает лучше есть и больше размножаться. И, соответственно, дальше мы опять скатываемся в культурную революцию, потому что в какой-то момент выяснилось, что в Европе существует другая модель брачного поведения, которая связана с тем, что люди, поскольку начинают жить лучше, они начинают больше ценить качество жизни, они женятся чуть позже, значительная доля населения остается вне брака. Например, классические, вот эти старые девы английские, да, ну вот мисс Маркл, это, пожалуй, самый классический вариант, но вот таких людей было много уже там в 16-17 веке, и они используются в качестве, во-первых, рабочей силы, а во-вторых, в качестве помощников в семье. И это тоже одна из причин, почему произошла та самая революция в Англии, потому что люди стали больше зарабатывать и больше откладывать на себя и на свое поколение, и потом они инвестировали деньги. То, что мы не можем посчитать, это здоровье, это технологии, это образование и получение удовольствия от жизни, но опять-таки без пьянства и без распутства. Это важно во всех, потому что как только ты начинаешь деньги тратить на пьянки-гулянки, то, соответственно, количество денег сокращается. Это проблема Испании. Тут мы можем найти пример любой, то есть условно говоря, для любой ситуации мы можем найти страну в Европе, где это случилось или не случилось. Но потом сейчас появляются исследования, поскольку в китайских архивах наконец смогли добраться до демографических записей, которые показывают, как именно происходили вот эти брачные механизмы в китайском обществе. И мы сейчас видим, что у них тоже не было такой безумной, то есть безумный ранний брач, безумно раннего возраста для вступления в брак и таких больших семей. То есть здесь еще проблема в том, что очень часто в экономической истории мы сами с собой боремся с какими-то мифами, которые возникли у нас, исходя из того, что мы видим сейчас. И нам кажется, что так было всегда. И вот это как раз про брачность и про мальтузианскую теорию. Ну вот если переформулировать вопрос о великом расхождении, то его можно сформулировать так. Почему часть стран смогла вырваться из мальтузианской ловушки? Это тоже будет правильный вариант. А тут как раз я вспоминаю про мальтузианскую ловушку. И вот то, что вы описываете, еще одну историю. В чем важен колониализм, как мне кажется. Это, во-первых, способ на новые территории выплеснуть лишнее население, которое ему не хватает места в старом свете. А во-вторых, собственно, использовать ресурсы этого нового света, не до конца убивая свою экологию. То, о чем Померанц, например, говорит, что мы начинаем эксплуатировать уже колонии не в смысле людей, а в смысле вот этих территорий. Мы туда отселяем лишних людей, а они нам в обмен привозят ресурс. И это как бы экзогенный, тоже важный фактор. Это абсолютно правильный пример, и его важно упоминать. Это, позвольте мне, повести контрпример. Соединенные Штаты, где на самом деле вот ровно все то же самое, но при этом сейчас это страна, которая смогла из всех ловушек повырваться, и, в общем, хотим или не хотим, является лидером, экономическим лидером на данный момент. Опять-таки, насколько... То есть здесь мне кажется, как и стойку, я каждый раз пытаюсь, наверное, может быть, излишне сделать как бы стойку и напомнить, что мы говорим об очень небольшом промежутке времени. Эта история, о которой мы сейчас обсуждаем, максимум два века, ну, хорошо, три. И все. То есть мы не знаем, что будет дальше. Может быть, дальше вместо вот этого вот замечательного, значит, вот этой замечательной хоккейной клюшки у нас появится, значит, тенденция вниз благополучная, и мы потом будем объяснять точно так же, с точно такими же теориями, почему все, как обычно, куда-то делось. то есть здесь все, это важно. Мы говорим о вопросе, который впечатляет, который удивляет, да, то есть это вот такая детская радость от того, что а вдруг ты поймешь, и ты сможешь открыть тайны вселенной. По большому счету, этот вопрос ровно об этом. Это поиграть немножко в Господа Бога, потому что, а вот теперь я знаю ключик к экономическому росту. И не просто к экономическому росту, а к устойчивому. Потому что у нас есть куча примеров за последние 150-200 лет стран, которые очень хорошо начинали развиваться. Даже Аргентина. Один из классических, классических примеров. когда стартануло вроде вместе с Японией, вместе с Соединенными Штатами, может быть, Штаты чуть пораньше, но, в общем, более-менее по историческим меркам, в общем, почти в одно время. Но этого ничего не случилось. Почему? И тут мы говорим об институтах колониальных, например, или о том, что, может быть, оттуда вывезли больше людей, чем нужно было. Потому что, когда мы говорим еще о людях, нельзя забывать, что есть такая простая совсем логика. Чем больше людей, ну, это вот почему в какой-то момент китайский спорт стал таким замечательным. Потому что они могли выбрать лучших спортсменов из большего количества людей. То есть при грамотной подготовке спортсменов это ровно то, что и нужно. Поэтому, да, это вот такая теория. Достаточно живодерзкая, я согласна. Мне тут как раз вот может быть, почему я как минимум за сочетание экзогенных и эндогенных факторов, а может быть даже больше заиндогенные факторы. Потому что, опять же, даже если смотреть по тому же Марксу про период первоначального накопления капитала, да, у нас злые европейцы приехали в колонии, начали их эксплуатировать, на этом сделали деньги. Началась там промышленная революция, и они захватили весь мир. Но у меня вопрос, а почему они пришли в колонии, и почему они были сильнее местного населения, чтобы начать его эксплуатировать? То есть, мне кажется, что это, вот это, как, знаете, как в вопросе про происхождение жизни, это просто отодвигает на еще один пункт назад вопрос, и все. Оно ничего не объясняет, я имею в виду про эксплуатацию колоний. Абсолютно. И я приведу пример, когда ты была на международном экономическом конгрессе в Киото в августе, а если кто-то был в Японии в августе, особенно в Киото, он знает, что там, ну, в принципе, ты живешь в сауне. И там как раз выступал померанц. Это впервые, где я услышала, собственно говоря, его собственное, он давал там, он был киноком спикер, главным выступающим. И в какой-то момент там было очень жарко, невыносимо жарко, то есть там все носили такое минимальное количество одежды, как можно. И были там британцы, которые ходили в костюме тройки, и в какой-то момент, ну, кто-то там что-то пошутил, и экономический историк, который как раз был в костюме тройки, он сказал, ну, вот поэтому англичане завоевали весь мир. Потому что, ну, то есть, и он сказал, что это исключительно метаболизм, когда другие страдают от, значит, каких-то там сложностей, англичане считают, а вот нам туда и надо. То есть, абсолютно верно, у нас всегда вопрос, а почему одни люди собрались, значит, поехали на другой край света, что им дома не сиделось, для того, чтобы там чего-то завоевывать, умирать от болезней, от которых не было тогда еще лекарств, и, соответственно, нужно что-то делать. И тогда мы обращаемся к то, что вы сказали эндогенным факторам, и мы думаем, то есть, либо это дух предпринимательства, либо это расчет экономический, какой-то был, либо это было, то есть, ведь у нас эндогенный фактор можно делить на сверху и снизу. То есть, например, если мы остаемся в рамках просвещения и теории Макира, тогда мы будем говорить, что государство было настолько, которые управляли государством, оказывались настолько грамотными и так могли предвидеть, что вот они создали условия, при которых это стало возможно. Я больше верю не в какое-то мифическое государство, а в людей, которые тоже, конечно, на этом уровне анализа превращаются в мифических, но это потребности людей, ну, не знаю, любопытство, да, вот какие-то нации, возможно, более любопытными. Но и тут, мне кажется, все это сваливается в еще одну вот важную часть. А почему они были? Почему? И тогда самый хороший, ну, вот я как историк могу дать ответ, удача. И как бы против этого, потому что я думаю, что во все эти экономические модели нужно внести вот этот фактор повезло-не повезло, потому что если вы посмотрите на все вот эти концепции экономического роста и когда там что началось, удачное время, это вот как остаться навсегда во френд-зоне, да, то есть в какой-то момент ты должен делать предложение женщине и понять, либо да, либо нет. Вот какие-то, вот Китай остался во френд-зоне, он не смог сделать это в шаг, а Англия смогла. Ну и, кстати, вот эти все рассуждения, мне кажется, они, ну, на мой взгляд, в отличие там от мнения по того же Померанца, отодвигают причину все дальше, вглубь туда, то есть не в 1750 году надо искать причины дивергенции, а раньше. Для которой у нас нет данных, а мы еще их не собрали. Но здесь вопрос в том, что если мы будем собирать опять уровень, только уровень жизни, не добавляя экологии, не добавляя качества, то тогда мы найдем то, что мы должны найти. Мы найдем, что Европа жила там немножко лучше, и эти 5% лучше дали нам какой-то рост. Здесь вопрос в том, то есть отличный вопрос, почему одни страны богаты, другие бедными, но вопрос, как мы это измеряем. И вот здесь дорослили мы как экономические стойки, как сообщества до того момента, когда мы можем уже помыслить теоретически, какие показатели на самом деле важны для человека, чтобы начать что-то делать, а не просто, ну вот по Чаяновской теории, когда крестьяне не считали необходимым тратить больше времени на работу, потому что они слишком ценили то время, которое у них есть для себя, для семьи, или просто ничего не делать. То есть мы этого, по-моему, не знаем еще. Ну то есть об этом нужно считать. Хорошо. Если я сейчас смело буду подводить итоги и расскажу вам свое представление о том, которое у меня выкрестывалось за это время, а вы меня покритикуете, я думаю, что мы как раз перейдем к тому, о чем надо дальше изучать. Просто по моей, ну вот все, что я там начитал, с вами поговорил, у меня есть такое ощущение, что все это произошло, потому что в одном регионе мира сложились удачные условия, которые порождили конкуренцию, которая требовала постоянного развития, и там как раз возникали те люди, которым повезло, ну то есть они там складывались удачно, у них факторы, и они за счет этого выбивались как бы там в более эффективные, скажем так, модели для себя строили, и за счет этого выбивались. И опять же еще доля нескольких экзогенных там везений, и вот тебе получилось так, что все срослось. Я думаю, что я была слишком убедительна, потому что, по-моему, это то, что мне кажется. Ну то есть я, но ровно, да, я соглашусь, что в целом мне такая интерпретация нравится, да и годило, что как мы можем померить удачу? Это раз. А во-вторых, как мы можем померить эффективность? Здесь все-таки, когда мы говорим сейчас про экономику, мы очень часто говорим о людях и о том, что для людей важно не только количество денег, но и качество жизни. И, соответственно, у нас существует абсолютно очевидный европоцентризм, и мы просто недостаточно хорошо знаем про китайскую экономику, и особенно потому, что Китай большой. То есть я думаю, что, может быть, это, ну то есть я понимаю, что компаративное исследование это важно, и это безумно привлекательно, и это очень хорошо публикуется, но мне кажется, что мы недостаточно знаем для того, чтобы строить такие нарративы. То есть, условно говоря, нам нужно отделять там, где мы действительно делаем знания, конструируя данные и объясняя повседневность, а там, где мы уходим в высокие империи и вот летаем над материалом и делаем выводы. И вот здесь нужно просто очень четко понимать. То есть сейчас мы с вами летали над империями. То есть любой, кто прослушает, может привести мне 150 миллионов факторов или фактов на все, что я скажу. Я в ответ могу привести еще 250 миллионов, в силу того, что просто я об этом достаточно много читала и слушала. И в данном случае это соревнование даже не имеет смысла, потому что это интеллектуальная загадка, которая рождает в нас кучу вопросов, и это хорошо. Но из этой кучи вопросов и этой интеллектуальной загадки, мне кажется, основной вывод должен быть такой, что на самом деле мы не знаем достаточно для того, чтобы строить эти большие нарративы. То есть каждый экономический историк он для себя выбирает либо макро, либо микро, либо где-то там посередине. И вот мне кажется, что нам не хватает сейчас как раз тех, кто делает микроисторию. Возвращаясь к тому, с чего вы начинали и какие данные. Вопрос не только в том, какие данные доступны, а вопрос в том, что мы хотим померить. И в данном случае понимание того, что является качеством жизни и пониманием того, что считалось качеством жизни и важным для жизни в Китае 15 века, я уверена, что эти работы существуют, но они не введены. То есть существует языковой барьер не в плане китайский, русский, английский, а в плане перевести сознание одной науки на язык знания другой науки так, чтобы эти истории, эти два специалисты из разных областей не переругались, а все-таки встретились и услышали друг друга, как это не звучит. Ну, то есть из всех этих теорий, поскольку мы не знаем, мы знаем вопрос, и мы знаем ответ, но мы не знаем, ни когда это началось, как только мы добавляем данные, все плывет. У нас нет ни одной теории, которая исчерпывающе объясняет. Мне кажется, это как раз показывает, что, а может быть, выучить таким отчасти? Ну, то есть нам исследовательская программа, нам нужно набирать больше данных по неизвестным нам периодам и регионам, и лучше разобраться с факторами, которые мы хотим оценить, которые как будто бы должны влиять и понять, как они влияют, и понять, как их, собственно, оценивать. Да, потому что теоретические модели существуют, мы их знаем, а теперь просто, ну вот, исходя из того, опять-таки, вопрос удачи, да, то есть, там, мне, например, ближе теория культуры, соответственно, я этим и занимаюсь, да, то есть, я в эту сторону ушла, и я ищу там факты, ну, безусловно, собираю все, что могут собрать по пути, в силу исторической, значит, и ежиковой сущности, но, тем не менее, да, то есть, то есть, как вы могли заметить, никакого четкого, общепризнанного ответа на вопрос великой дивергенции сейчас у науки нет. И, по-моему, это прекрасно, ведь главное, что этот вопрос стоит, и мы примерно понимаем, что нужно сделать, чтобы на него ответить. И в этом самый кайф науки получать новые знания, пробираться через тернии к звездам. А для нас, простых наблюдателей, это как смотреть бесконечный сериал, сюжет которого вообще непонятно куда заведет. Спасибо нашим спонсорам, тем людям, которые позволяют нам наблюдать за жизнью ученых и рассказывать вам о последних достижениях исторической науки. Если вы хотите влиться в их ряды и обеспечить себя и своих детей качественной современной научной информацией об истории, вы можете воспользоваться сервисом patreon.com, если вы живете за рубежом, или оформить платную подписку на нашем сайте прошлая.com slash donate. Спасибо вам за вашу поддержку. Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.